Давайте поговорим о теме выборов поподробнее, тем более, что они и парламентские, и много региональных, вот совсем скоро уже в сентябре. Ольга, слово вам и вашим гостям. Да, спасибо, Евгений. Когда мы готовились к прямой линии, общались с нашими гостями, стало понятно, что эта тема волнует практически всех. Но особенно остро высказываются, конечно же, политические эксперты. И сегодня у нас в студии политолог Алексей Мухин. Алексей, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Центр политической информации Москва. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У нас избирателям предлагается довольно устоявшаяся линейка партийных брендов. Это «Единая Россия», упомянутая вами сейчас, это и КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Их возглавляют вполне себе уважаемые политики и так далее. Но, к сожалению, так получилось, что никаким другим брендам, никаким другим партийным объединениям хода нет. И мне кажется, что в этом есть некий заговор со стороны уже тех брендов, которые устоялись. И составляют такую системную среду в парламенте, и они просто не дают возможности выдвигаться другим. Помимо этого, такая же ситуация складывается и в системной оппозиции. Там те же лики на протяжении долгих лет. Скажите, пожалуйста, мы на такую стабильность уже обречены, либо всё-таки есть шанс? Ну, во-первых, всё-таки я бы не называл наши политические партии брендами. Это всё-таки общественные организации, достаточно крупные. Это не какой-то рыночный товар. Всё-таки за ними стоят миллионы избирателей. Бренды, скорее всего, имеются в виду лидеры этих партий. Ну, я понимаю, и всё-таки я позволю себе высказать своё отношение к тому, как был сформулирован вопрос. Первое. Второе. Ведь и в странах, которые претендуют на то, чтобы называть себя странами развитой демократии, на самом деле всё то же самое происходит. Здесь чехарда-то, она может быть и опасной даже. Ну, посмотрите, на протяжении веков уже в Соединённых Штатах две партии только наверху – демократическая и республиканская. А, скажем, в Европе, во Франции социалисты, консерваторы, но в Федеративной Республике христианский демократов, христианско-демократический союз, союз вместе они были, значит, создала демократическая партия. Ну, либералы, но они так где-то… Сейчас появляются новые партии на фоне кризисов и большого потока беженцев, недовольства, альтернативы для Германии. Но у нас… Я вот приводил пример Екатеринбурга. Там мэром крупнейшего, одного из крупнейших городов страны стал представитель, как она называется, демократической платформы или что-то в этом роде. То есть, пожалуйста, это тоже у нас происходит. А что касается конкретных лиц, ну, тоже возьмите тот же, те же Штаты. Там сначала Буш младший был у власти, потом Буш младший. Семья все равно. Вот Клинтон был, значит, два срока подряд, теперь жена его претендует. Семья опять может остаться у власти. Где там сменяемость-то какая-то? Как у нас говорят, муж и жена – одна сатана. То есть, вот они там и будут, значит, руководить, как у нас в народе говорят иногда. Но я не говорю, что это совсем уж плохо. Здесь есть и минусы, и плюсы. Что касается лидеров наших партий. Но вы знаете, революционные события начала 90-х годов, они подняли на поверхность, ну, очень ярких людей, которые могут повести за собой. Первое. И второе, что самое главное, у них есть позиция. Это чрезвычайно важная вещь. Вот у КПРФ, у них есть свои идеологии. У либеральных демократов есть своя идеология. В целом, своя социалистическая идеология есть и у свободных, у партии Миронова, Сергея Михайловича, да? У праворосов. Справедливо, Руссов. Значит, ну, у «Единой России», я считаю, что у неё в целом такая консервативная платформа, центристская. Она проводит вот наш государственный корабль между Сциллой и Харибдой, выбирая варианты, приемлемые для больших групп населения, для наших граждан. И на себя при этом берёт ответственность за не очень популярные решения. Но вот в целом такая ситуация сложилась. Но это не значит, что у нас нет списка расширяющегося политических партий. Есть, мы же приняли решение о чём? О том, чтобы снять определённые ограничения при доступе на выборах. У нас, я сейчас не помню, в цифрах, я боюсь ошибиться, но на порядок изменилось количество партий, допущенных к региональным и федеральным выборам. На порядок изменилось. Вопрос не в том, чтобы, оказалось, не в том, чтобы их допустить на выборы, а вопрос в том, чтобы они показали избирателям, чего они хотят и как они хотят добиться тех целей, которые перед собой ставят. Спасибо.